Типфайл, дамы и господа, и приветствую на кратком обзоре нового патча на SteelDivision. Связан этот патч с выходом нового DLC, которое добавило примерно, по-моему, 12 дивизий, которые находились в так называемой SteelDivision Normandy 44, то есть в первой части SteelDivision, в которую мало кто из нас играл, особенно Wargamer, так как нам эта серия не особо нравилась. Но сейчас, я считаю, просто крайне необходимо обратить внимание на SteelDivision 2. Все по одной простой причине. Игра на самом деле достойная, игра на самом деле хорошая, игра очень интересная, особенно тем, кто хочет отдохнуть от Wargamer, я вот особенно в их числе. В игре все немножко по-другому. В игре очень много юнитов, в игре очень классно соблюдается историзм, на удивление. Если в Wargamer я считал, что это очень неправильно, то в случае SteelDivision 2 историзм соблюдается более-менее интересно и, по крайней мере, не мешает игре. Именно ее развитие, наоборот, даже помогает, когда есть всякие уникальные танчики, и вы можете буквально изучать даже какие-то новые исторические моменты для себя. Ну, именно про Вторую мировую, крайне интересный период. Не будем, как бы, скажем так, слепы в этом плане. Ну и, в целом, выходит огромный патч, который, на мой взгляд... Блин, как тебе заглушить? Исушка прям катится куда-то, я не знаю. Она стоит на месте, но звук катится бесконечно. В связи с этим DLC вышло огромное обновление, которое призвано не просто сделать новые DLC, которые покупаете люди DLC. Ну, это, само собой, точнее, дивизии сделаны имбовые, чтобы люди покупали DLC, но... Еще дело в том, что они, наконец-то, пофиксили много балансных фич. Я специально задержал выпуск обзора, чтобы как можно больше наиграть и как можно более объективным быть в плане оценки этого патча. Сейчас мы вкратце пройдемся по основным альянсам. То есть, сначала союзники, потом ось, и там, естественно, основные фракции, там, Германия. Ну, в принципе, обновление коснулось только Германии, дек союзников, и именно по патч-ноутам коснулось совков. Так называемых дедов. Начнем с дедов, собственно. Самое главное изменение по дедам. Это, в целом, среди многих дивизий Советского Союза сделали намного дешевле штурмовую авиацию. Например, Ил-4 105 поинтов, Ил-4 за 115 поинтов. То есть, раньше все стоило намного дороже. Ил-2 за 105 поинтов. Разного рода бомбардировочный ЛА-7 тоже. То есть, вся штурмовая авиация за Советский Союз стала намного дешевле. И еще были изменения в некоторых дивизиях. Например, одна из моих любимых дивизий, 26-я. Давайте в нее перейдем. Например, 26-й дали возможность брать сушки с 85-я на С-фазу. Для этой дивизии это было важно, так как она обладает меньшим количеством танков. И в основном упарывается на пехоту. То есть, видите, много пехоты. Разного рода штурмовики, штрафники. Штурмовики, которые там, условно, должны Кёнигсберг брать, я так понимаю. Даже, видите, с бронеплитами. Вот ей выдали возможность брать сухари на С. Не знаю, насколько это полезно в один на один. Но, условно, тем, кто брал эту дивизию в командные бои, это действительно интересно. И мне еще нравится то, что тут вот бочка на Су-85. Я не помню, она раньше была. Но как она во время боя куда-нибудь не скатывается? Я так понимаю, это бочка желтого кваса, который летом выносят. А так как у нас как раз давление вышло к лету, то советские солдаты уже заготавливают открывать точки с квасом. Так как, понимаете ли, жалование с жалованием. А зачем-то накупиться надо. Ну ладно, я шучу. Краткие изменения по Советскому Союзу. То есть, это просто увеличили во многих дивизиях штурмовую авиацию. Немножко подфиксили там ИСУ-152, кстати, в той же 26-й дивизии. Это можно увидеть. Раньше была, по-моему, фишка, то что вы то ли на Б-фазу, то ли на С-фазу могли взять бесплатно во второй лычке. То ли в первой лычке. То есть, без потери особо по количеству танков. Ну, это теперь тоже подправили. Мы дали новый скинчик на ИСУ-152. Это, кстати, символ, по-моему, танковой дивизии, которая у нас есть в игре. Да, это 10-й гвардейский танковый корпус. Им, самое главное, что им именно ИСушки не выдали. Но, возможно, это не тот символ. Далее. Продолжаем с союзниками. То есть, США, Британия, вот это вот Франция сопротивление, Канада, Польша, Бельгия, вот это Анзак, вот это вот всё-всё-всё-всё-всё. В чём основные изменения? Основные изменения это новые дивизии. Но также стоит обратить внимание и на старые. Например, в прошлом патче очень всех сильно бесило так называемое ССБ. Боже, как, конечно, неудобно, потому что они не выделили американцев-британцев в отдельный альянс. Было бы намного удобнее. Была вот такая дивизия ССБ, в чём её была проблема? Очень много пехоты с рейтом рейдеры, которые делают её инвизной и менее воспринимчивой к подавлению. И разного рода командосы, которые просто моментально уничтожали вас. Как это занерфили? Во-первых, как видите, очень много где подняли стоимость на 5 поинтов, где-то на 10 поинтов и так далее. Ну, кто играл в эту дивизию, мне скажут точнее, но я за неё мало играл, так как я, в принципе, командос-дивизии не перевариваю. Таких дивизий у нас было в прошлом патче. Это ССБ и Таскфорс американский, по-моему, ещё какая-то дивизия командосов. Но вся их суть была в том, что была куча неубиваемой командос-пехоты. Первое. Нерв по стоимости. Второе. Теперь, когда ваши юниты находятся в подавлении, то есть пинет-даун, они получают намного больше урона. И точно так же... Точнее, нет, при подавлении у них всё нормально. А вот когда вы прожимаете кнопочку отступления, раут, они теперь меньше резиста по дамагу дают. То есть, когда ваши вот эти юниты отступают, по ним намного щедрее проходит урон. И это теперь позволяет с командосами намного лучше бороться при помощи разного рода ДПСа. То есть, танчики, механизация и так далее. По-моему, были ещё какие-то изменения по поводу разного рода ПП-шек. Брену дали 5 точностей. Пулемёт стал чуть лучше, но это всё равно не сравнится с немецкими МГ, поэтому такое изменение, оно как бы мэ, скажем так. Ну, в общем и целом, команда дивизий занерфлены. Хотя бы немножко. Дальше мы пойдём, давайте рассматривать новые дивизии союзников. Сразу давайте кратко пройдёмся. Американцы, да? Четвёртый арморед. Как ни странно, не вижу смысла его использовать по сравнению с третьим арморедом. Фишка четвёртого армореда это много хеллкатов. Но проблема хеллкатов в том, что все американские дивизии отыгрывают от того, что вот у вас есть вот эти два подкалибера на каждом хеллкате, и чтобы их эффективно использовать, вам нужно, во-первых, подводить командирский танк, во-вторых, подводить соплайку. Условно, вот такую или такую, неважно. Но самое главное то, что в третьем армореде у вас есть возможность выставить такой танчик под названием Джумба. Кто играл в Вардзандер, думаю, понимает, о чём суть этого танка. Суть его в том, что он нереально бронированный. 190 мм брони в лобовой проекции. И вот когда стоит Джумба, а из-за него наваливают разного рода М10 дестройеры, вот это намного эффективнее. Плюс в третьем армореде есть М5 пушка, точно такая же, которая у нас, условно, примерно находится на танках американских. Но ещё вот пехотная, что тоже позволяет намного эффективнее бороться с танками. Поэтому в случае четвёртого армореда у вас реально проблемы. Я лично не понимаю, как это применять. Возможно, есть, конечно, какие-то новинные Америки, которые мне расскажут. Да, тут есть, кстати, больше пехоты. В последнее время с третьим арморедом здесь больше пехоты. Но проблема то, что, например, здесь нет ни одного огнемётчика. То есть, американцы полагаются на механизацию Браунинги. Но мы, когда дойдём до немецких дивизий, мы увидим то, что добавили немецкие дивизии с своей механизацией. Механизацию в целом сделали дешевле для всех, не только для американцев, например. То есть, разного рода машинки стали там 5 поинтов стоить, а не 10. Я, в принципе, чётко не скажу, потому что я говорю, почтно вот огромный. Плюс очень коряво написано, переведён с французского 30 раз. Точнее, переведён с французского, потом переведён на арабский, потом с арабского переведён на французский, если честно так сказать, почтно вот читать невозможно. И получается, то есть, у дивизии, на мой взгляд, нет смысла. То есть, если кто-то возразит и скажет мне то, что нет, это не так, пожалуйста, я послушаю. Потому что я в Steel Division не профессионал, но я же говорю, я вот посмотрел, и посообщался с людьми, которые играют в основном на Америке, и они такие, ну и зачем мне это добавили? То есть, по сути, смысла в этой дивизии конкретно нет. Да, там, конечно, какая-то авиация, кстати, авиация дала щедро, но опять же, тут вот два слота. Есть вот такой вот мемный чувак с аркетами. Я не знаю, зачем, но ладно, допустим. То есть, новая дивизия американская, 4-й вариант, просто, ну, нет, не имеет смысла, есть третья. То же самое с первой пехотной Big Red One. Да, у вас появилась пехотная американская дивизия с классными, там, разного рода пехотинцами, с огнемётчиками, с барами и так далее. Вот этот ряд, например, действительно будет очень сильный, но проблема точно такая же, чем бороться с танками. Здесь у вас даются одна карта М-5 и две карты дестройеров, ещё и залоченных на B. То есть, вы не можете взять, условно, на C наспамиться, вы не можете их на A взять. То есть, на A у вас даже нельзя М-5 взять, то есть, уже проблема. У вас борьба с танками к М-1 и базукам сводится, что уже не очень, скажем так. В разведке у вас Грейхаунды, которые, в принципе, общепризвана хорошая машинка для развертывания, но, по-моему, во-первых, поднерфили скорость, но я здесь не уверен. Но проблема в том, что в этом DLC, в этом обновлении немцам выдали кучу дивизий с пумами. С пумами, креветками, так называемыми. Это ханамаги с вот такой вот, скажем так, дылдой. И поэтому колёсный резервный американцев, ну, в целом, занерфлено. В том числе занерфили разного рода чизовые дивизии. Кстати, это ещё в копилку нерфа команда дивизий. Больше нету упора того развертывания на лимузинах. То есть, если кто-то помнит, например, была вот такая у нас там дивизия, группа Доди французская. И здесь некоторые отряды катались на лимузинах. По-моему, да? Не знаю, вот по-хорошему, по-быстрому бы найти, чтобы я просто показал. Были, были, были чувачки на лимузинах. Наверное, я не найду, да? А может, это и не в этой дивизии, кстати. Ну, проблема была, короче, в этих. Чуваки разворачивались на лимузинах. У которых была скорость дорожная 110. И они из-за этого приезжали первыми. За счёт чего с командосами тоже было сложно бороться. Это убрали. То есть, колёсные развертывания сейчас за немцами, например. То есть, опять же, проблема новой американской дивизии. Непонятно, с чем с танками бороться. То есть, в том же Indian Head у вас хотя бы М5. Во-первых, без лока. Во-вторых, у вас М10, 4 карты. И хилкатов дополнительно. То есть, ну, тут, в принципе... И, кстати, вот, возможно, я не прав. В четвёртом армореде можно Рино использовать вместо Джумба. То есть, чтобы держать броню. Но просто здесь хотя бы количество какое-то. И пехота здесь хотя бы круче. То есть, опять же, вот зачем брать четвёртый арморед, если есть Indian Head. И, кстати, тут ещё интересная авиация. На ранней стадии игры, условно, доступна. П-47. Это очень классная машина. Немножко безидейные какие-то дивизии добавлялись. То есть, там также 101 Airborne. Опять же, очередная ВДВ-дивизия. И когда этих ВДВ-дивизий в игре, на мой взгляд, слишком много. То есть, и она приходит в эпоху, когда эти ещё ВДВ-дивизии поднерфили. Как я уже объяснил, колёсного развертывания у вас не будет. Немцы вас на колёсном развертывании выигрывают чаще всего. Да, у вас сам жёсткая пехота. Я не спорю. Она реально крутая. По танкам у вас даже Шерманы дают на А-фазу. Но дальше, чем воевать. То есть, условно, стюарты вам на А не выдают. Хотя именно на А-стадии стюарты очень сильно отрабатывают. Шерманов вам ещё дают на Б. Разного рода фаер-саппорт. Там рейдер-пулемёты. Это тоже всё понятно. Но вот эта, кстати, пушка, по-моему, не особо будет помогать. И как бы... Да, вот это ещё крутая тема. Вот, действительно, что правда. М1-ая с подкалиберным снарядом. Хорошие лычки, плюс рейдер-трейд. В чём фишка рейдер-трейда конкретно для ПТ-пушек, ребят? Они будут практически невидимы. Их очень тяжело будет обнаружить. ПВО, кстати, немножко посредственное. Но, в принципе, это нормально. Захваченная Зиска советская. Но это высадка в Нормандии. Захватили у каких-то раашников, видимо, Зиску. Американцы припёрли себе. Ну и, кстати, есть ещё авиация. То есть она играбельная, но просто не имбовая, скажем так. Посреди с тем, что мы привыкли видеть в ВДВ-дивизиях и командос-дивизиях. То есть командос и ВДВ-дивизии, на мой взгляд, немножко поднерфлены. То есть понятное дело, что найдутся какие-то супер-крутые чуваки, которые там, условно, берут Тастфорс, берут вот этих форсменов по 35 за штуку. И посмотрите на этот сумасшедший отряд с командой Стрейтом, ну, реально там развалят. Не спорю. Но, по крайней мере, стало не так страшно. Потому что я играл ранкет примерно регулярно. И, ну, во-первых, намного больше немцев стало в ранкете. Потому что, как я говорю, немцам дали колёсное развертывание. Колёсное развертывание — это всегда приятно. Это точно так же, как и в Wargaming. Это возможность выиграть раннюю инициативу и за счёт чего вести бой на своих условиях. Следующая дивизия, которая делает. Это ДБ-САС. Французам добавили. Я её, кстати, даже слабо осмотрел. Очередная дивизия командосов французских, честно говоря, я не знаю. Ну, понятное дело, разработчики французы имеют право добавлять свои дивизии. И здесь, я так понимаю, это вовсе false flag. То есть, чуваки переодеты в вражескую униформу. Кстати, в условиях Второй мировой. Это прям очень крайне наказуемо вражескими войсками, которые захватят этих чувачков в плен. Им будет примерно конец. Очень болезненный и больный. Вот, кстати, тот самый лимузин. Вы видите, ему до 100 км в час понизили скорость. И некоторые отряды до сих пор на нём катаются. Вот. То есть, ну, вон всякие украденные паки. Ну, скорее всего, вот это для отыгрышек. Это интересная дивизия. Хотя, вы знаете, всё равно, казалось бы, там, да, дивизия ВДВшнего. Ну, вот там, берут, выдают ещё две оффмапочки. Ну, типа, чтобы мало не показалось. Радарные миномёты выдают. Ну, это, кстати, сейчас фишка многих ВДВ дивизий. В целом, тоже какая-то безыдейная дивизия не особо интересна. Намного интереснее её дальше. Я как фанат, честно говоря, британской фракции. Company Heroes 2, например. И я всегда был фанатом игры за британцев. Пропагандировал такой стиль игры через агрессивную тактику. То есть, если кто-то помнит, была доктрина рейдеров. Вам выдавались специальные отряды, пехотное отделение, которые ставили мины дешманские, всё в таком роде. У вас там был ещё снайпер. И, наконец-то, британцам дали возможность играть агрессивно. Добавили вот такой Guards Armored. Вот её не смотрите. В чём её проблема? Это стандартная британская дивизия с огромным количеством танков и противотанковых средств, но с минимальным количеством пехоты. Ещё и пехота, которая, ну, существенно будет проигрывать. То есть, вам выдали новую дивизию на Firefly. Челленджеры, челленджеры, точнее. Вам невозможно взять на А и Б. Это хороший танк, но его можно взять только на С-фазе. Разного рода Firefly. Firefly с динамической защитой. Ну, да ладно, шутка, конечно. Но вот с дополнительной, скажем так, катками. Кстати, на характеристики это никак абсолютно не влияет. То есть, это просто икона какой-то вот. Харрис. Ас, так называемый. Абсолютно стандартная британская дивизия, которая у нас уже были. То есть, вы можете взять Скоттов, играть точно так же. Ну, только у вас вместо медленных Чурчилей будут Стюарты и Шерманы. Но, честно говоря, на мой взгляд, это неинтересно. Намного интереснее другая дивизия изобританцев, которая, на мой взгляд, действительно является супер играбельной. Во-первых, здесь вам представляют новый уникальный трейд BattleWary. Что означает? Пустынные крысы, которые навоевались с Ромелем и Чувафрике, это все ветераны, которые заебались от войны. То есть, да, у них идет бесплатная лычка, но они якобы получают больше дамага. Именно по стрессу. То есть, они быстрее стрессуются. Но при этом это нивелируется лычкой. Поэтому это немножко странно. Потому что в игре, когда вы будете играть за пустынный крыс, вы не особо почувствуете. Но при этом халявная лычка, это халявная лычка. Если их не будет сильно стрессовать, то они будут наваливать сильнее, естественно. И вам тут выдаются целых два отряда ассалт инженеров. Да, они дорогие, но, господи, здесь и PIT, здесь и огнемет, два брена, девять винтовок. И это все в бесплатной лычке. То есть, вы берете на Б фазу, вы можете в две лычки гнать, у вас восемь отрядов. На С фазе вот двенадцать отрядов. Для один на один этого более чем достаточно. То есть, вы можете просто вот так вот взять. Я бы вот так взял, например. Вот это очень сильная дивизия будет. И вам еще выдают вот такой отряд с тремя бренами. Три пулемета. Еще и с противотанковой гранатой. Просто пустынный крыс. Опять же, просто дохренища можно тоже по второй лычке брать. Да, вот этого отряда, конечно, только один. Но, блин, у вас еще в придачу мод Райфлсы. Опять же, с бесплатной лычкой, которых вы садите на разного рода механизированные машинки там с браунингом. Можно таким. Можно таким браунингом, который вообще будет очень страшный, например. Куда ты делся там? Вот. То есть, именно полноценный браунинг 12.7. И у вас еще с бесплатными лычками разного рода инженеры просто с гранатой, которых мы в народе называем просто минами человеческого виде. Ну, потому что они реально мало ХП имеют. И просто на них наткнуться можно, умереть. Ну, вот смотрите, 14 на Б-файзе. Ну, то есть, это... Вот это уже, честно говоря, вот это дизель, это просто дичь, которую надо будет нерфить, потому что вы сейчас еще поймете, в чем еще проблема. Четыре бесплатных реконслота по единичке. Вы просто берете вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. У вас бесконечные кромвели. 70 на 90. Скорость 63. Камачи, они пипец быстрые. Пушка отличная. Rate of fire во второй лычке до 8 растет. Еще и точность 1500. И самое главное, они еще вам дают наведение по радио. Что означает наведение по радио? Это то, что вот эта вся фигня будет очень быстро стрелять по вражеским юнитам. То есть, вам еще дают возможность запамить по артиллерии. Вам еще дают кромвель артиллерийский, который стоит 130 поинтов. Так, сам по себе этот обсервер еще и будет, как бы, боевым танком. Три оффмапки по 140. Еще и 120 снарядов. Это, я вам скажу, нехилая оффмапочка, я вам так скажу. В танковой вкладке, казалось бы, ну где-то же должны быть проблемы. Нету этих проблем у дивизии. У вас есть стюарты на А. У вас есть кромвели пятые на А. А в огромном количестве. Кромвели командные. У вас есть командный кромвель, который, так сказать, тренировочный и уникальный. Если кто-то читал про историю о бетчентре, он знает. 85 километров в час. То есть, он приезжает вместе с вашими, условно, стэкхаундами на... То есть, вы можете стэкхаундами в лычке приезжать на развертывание. То есть, в третьей лычке элитные стэкхаунды будут приезжать. Тебе, не знаю, кстати, третья лычка вообще существует. Да, третья лычка существует. И у вас еще кромвели семь. Ну да, их залочили на С-фазу. Но вы понимаете, что эта дивизия играет в долгую, условно. Она может играть в долгую. И она еще на С-фазе, он 12 вот таких кромвелей выкидывает на фронт. С до 20-ти миллиметровой броней. Это супер ДПС танки. И у вас еще фаерфлай на просто там на всю игру у вас фаерфлайов хватает. Ну, понятное дело, что можно пересобрать. Но, казалось бы, должно все закончиться. Нет, вам еще выдают три карты кромвели фаерсаппорт, которые стреляют на 2 километра. Да, это маленький фугас по сравнению с другими танками огневой поддержки, но этого достаточно, чтобы уничтожить тяжелую вражескую ПТ-пушку, например. У вас есть двухдюймовые минометы. Если обратите внимание, у тех же там скаутов, например. Вот здесь, по-моему. Где-где-где-где? Вот. Здесь есть кейлер с двухдюймовым минометом. Некоторые жаки очень любят его использовать. То есть, вы просто подводите, он на метров 500, да, еще наваливает вот такими дешманскими снарядами. В антитанке у вас добро пожаловать все те же паундеры, все те же ахиллесы можно взять на А, это вообще, ну, то есть паундер на гусеница, просто паундер, который тянется. Что хотите, берите. А в ПВОшке у вас еще все тоже хорошо. У вас есть супер-крусейдер АА, который невозможно законтрить с артиллерией, ну, чаще всего. У вас есть бофорс, который еще не просто бофорс, он еще самоходный бофорс, который еще и с лычкой. Эта дивизия, это просто дичь. Это реально британцам решили дать супер-сильную дивизию. Вообще просто там, вау, все есть в дивизии. Вообще все. Крусейдер АА, это еще, это не шутка. Тройная 20-ти миллиметровка, 20-ти миллиметровки были еще в прошлом патче апнуты. Но с этой фигней вообще пролетать нельзя в один на один. Она почти моментально может скосить в самолет. С артиллерией у вас проблем нет. Единственное, что, ну, авиация там, ну, вот все равно есть Tempest. Tempest, точнее. Никаких проблем. Штурмовки вам, может быть, не хватает. Нормального штурмовки у вас на А штурмовка ракеты Tempest. Resilience Medium. Это вполне достаточно. У вас есть штурмовка стандартная с бомбами, например. У вас еще можно на С-фазу взять тяжелые бомбардировщики с резилиенсом. Very good. Bomber Harris дует и ген, как говорится. На Б-фазу у вас тяжелые бомбардировщики. 8 бомб по 100 килограмм. А он будет скидываться почти всегда. Recon-самолет у вас не самый плохой, но, честно говоря, я лично их не использую. То есть, у дивизии просто есть все. Вот это вот реально я хлопаю, потому что в игре не было сильной британской дивизии, кроме командосов. Вот, пожалуйста, держите, как говорится. Британская бронетанная дивизия, у которой есть все. Чудесно. Добавили новую дивизию канадцев. С канадцами мне, честно говоря, я не понял прикола. Вкратце скажу, она ничем не отличается от дивизии, которая уже была канадская. То есть, за исключением того, что здесь больше кангару-райфлов. И еще есть кангару просто на базе М3Ли, если кто помнит, танчик такой. И на базе Рэм-кангуру. То есть, у них были такие танки Рэм еще делались, канадские. Ну, впихнули и тоже сделали такой свой РЗАС-БМБ, БТР-а точнее. Ну, это хороший отряд, я не спорю, но просто игра опять же сводится просто к тому, что вы... А, ну, кстати, здесь, смотрите, есть мотор-райфлс на вот такой машинке за ноль поинтов. Еще и с Браунингом. Короче, чуть лучше, просто чуть лучше канадская дивка, чем та, которая была. То есть, на самом деле, здесь особо ничего такого интересного. Там интересные отряды разведки, стекхаунды, икон-шерманы. В целом, те же паундеры, ахиллесы, антиэйрд, все точно так же отличный, ничего нового. Хорошая артиллерия по воздуху, тайфуны, бомберы, ну, нету ПТ-самолетов, но, в принципе, вот такими тайфунами можно и танк запихать. Ну, вот как-то так. Ну, не особо отличается от того, что было. Я играл за канадскую дивизию, если кто помнит ролик, то есть, я ее вполне более-менее разбирал. Ну, типа, ладно, пусть будет. По-моему, по союзным дивизиям это все. То есть, в целом, американцам надавали кучу каких-то вообще непонятных дивизий, ну, как по мне, не имба. Британцам дали лютую имбу, пожалуйста. Канадцам дали просто вторую дивку, ну, просто, просто вторую дивку, то есть, кому нравилось играть за канадца, будет нравиться играть за эту. Но дальше начинаются немцы. Второй панцер. Я вам здесь просто все покажу. Огромное количество рекон-слотов. Пумы. Пумы. В лычке. 10 пум на старте. Пожалуйста. Пума-трейн. Всякие СПВ-22-33. Разного рода другие СПВ, то есть, что хотите, делайте просто этой дивизией. Огромное количество очень классных рекон-машинок. Далее, все, в принципе, точно так же, как и у большинства панцер-дивизий. Стандартная пехота, пантера, пантера-ег. В саппорте у вас, кстати, есть эти суицид-машинки, но я их рекомендую не советую. Гриль. Комбат уникальный, какой-то ремш, какой-то астанковый. А, кстати, да, интересная фишка с немецкими дивизиями. Добавили два вида сковородок Ягдпанцер-4. Ягдпанцер-4А0, уменьшенная броня. Сделали некоторыми дивизиями, выдали худшую версию сковородки. Ну, видимо, какой-то исторический ревайз произошел. С ПО все более-менее, с артиллерией ничего уникального. Айр, все точно так же. То есть, просто фишка пантер-дивизия с очень классной рекон-табом. И вот это то, что я говорю, вот колесные развертывания сейчас за немцами. Потому что приезжает вот это, приезжает вот это, и никакие восьмые ничего не сделают. Просто никак. Плюс у Пумы еще три подкалиберных снаряда, сто пятьдесят перед пробой. Они могут танк завалить некоторые, в некоторых случаях. Дальше, 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 дальше. Девятый панцер. Девятый панцер. Тоже щедрый рекон-таб, но который больше специализируется на панцер-2. Лучцы, так называемые. На панцерах один. панцер-1, ладно, это я смеюсь. У него только пулемет, если что. То есть, панцер-2 в основном достаем. Разного рода вот такие спвшки. Это, кстати, очень крутая машина. Вот эту херню недооценивать нельзя. У нее огромный rate of fire. Да, их две штучки, но это тоже неплохо. Ну и разного рода колесные автопушки. По пехоте, опять же, стандартная панцер-девизия. Единственное, что здесь панцер-гнадер из G-43. G-43, кстати, намного эффективнее, чем обычная винтовка. Ну, то есть, карабин. То есть, можно даже здесь обратить внимание. Сравнивать. Ну, девизия специально спами пазиков. Все те же грили. И огромное количество разного рода мардеров. Вот эта штука, например, очень классная. За 25 поинтов. Вот эта штука тоже суперклассная. Это просто зиска, если кто-то не в курсе. Ну, точнее, это не зиска, но похоже на зиску, по крайней мере, по калибру. Мардеры третьи. Пожалуйста. То есть, у вас тут куча всяких дешевых танк-дестроеров и сковородка нормальная версия, видите, со 130-мм броней. В антиэре ничего особенно. Удивительно, в артиллерии у вас такой вот офф-мапка Panzer III 175-172 мм. Хорошая. Кластерный Junkers на, ну, это, кстати, любителям чизов со старта понравится. Junkers за 50. Вот это говно я бы не использовал. Ну, и Fockewolf A8, который, кстати, занерфили, у него теперь на меньшую доступность привычка. То есть, видите, на B я беру лучкованный два раза и мне забирает все три самолета. Остается только брать вот так. Немножко неудобно. Кстати, на начале до хотфикса был баг. А, ну, кстати, он остался. Смотрите, да, не дофиксили. То есть, вот этих самолета можно взять. Два лучки, они одинаковые. Просто здесь просто еще две ракеты висит. Да, там скорость пониженная, но когда вы их отстрелите, он начинает быстрее лететь. И, как бы, да, вот в некоторых дивизиях можно вот такую штуку взять. И очень удобно. Кстати, у нас будет ролик с девятым панцером. Я с ним сталкивался в Ранкете. Дальше по немецким дивизиям. Здесь все как обычно. Panzerlayer, да, Panzer 6, гренадерам, Panzer Schrecken вязали 5 хп, точнее на 5 поинт отмен дешевле. То есть, теперь их по 30 поинтов можно вызывать. Ну, просто гренадерс Panzer Schrecken. То есть, вообще, Panzer 10, немецкие, они такие банально одинаковые, что, ну, даже не знаю. Особо-то похвастаться нечем. Дальше, дальше, дальше. А, ну да, конечно. Дивизия, про которую я расскажу отдельно, потому что я за немного награл в Ранкете. SS, Panzer 1, Leifstandard, Adolf Hitler в 44-м году. Там, третий призыв. Туда уже набрали детей из Гитлерюгента, но, тем не менее, почему-то разработчики решили, что эта дивизия наполнена ветеранами с Восточного фронта, хотя в Харькове эта дивизия потеряла, ну, то есть, третья битва за Харьков, вот эта дивизия приняла именно участие в уличных боях и она практически стерлась там. То есть, ну, при этом они решили отдать условных ветеранов Восточного фронта. Фанатики не сдаются вообще. Разного рода SS-овцы с штурнгиверами. Тут там просто, пожалуйста, суперотряды. Все очень катается нахо на магах, например. Командира можно взять на интересной машинке, ну, то есть, с ПВ-шки с КВК-37. В Риконе у вас тоже все разного рода ветераны Восточного фронта с панцерфаустами. Фанатики все с Г-43. Г-43 это лучшая версия. Куча пантер. Кстати, не выдали Королевские Тигры, хотя они были в составе этой дивизии. Дальше все стандартная панцердивизия. Ничего особенного вы здесь такого не увидите. То есть, партии по авиации. Но про него отдельно поговорить. Будет целая серия роликов, как я и обещал. Потому что я на ней много наиграл ранки. И в целом могу сказать то, что наконец-то дали панцердивизию, которая не страдает против пехотных дивизий. Потому что, как правило, если вы попадаете за панцердивизию против пехотных дивизий, вас просто стирали в усмерть. Так как большинство карт, они все-таки требуют от вас наличия хорошей пехоты. Дивизия Кабана, кстати, там что-то бафнули, но здесь я не уверен. То есть, там все-таки уже, ну, в принципе, у нас краткий обзор, а я вот уже помню, сколько. Почти полчаса разговариваем. 30-м коды ставить. Фальшмиегери. Важно обратить внимание на фальшмиегерей. Откройся. Очень крутое изменение. Им дали радарные 120-е минометы. Кто знает, я объяснять не буду. Это очень сильная тема. То есть, фальшмиегери все точно так же играбельны и, на мой взгляд, даже, возможно, более играбельны, чем команда дивизий союзников на данный момент. Так как вот эта тема в один на один будет просто вытворять смерть. Это реально смерть. Я еще напоминаю, что у фальшмиегерей, например, есть какое-никакое количество танков. Вот эти штуги на Афазе очень сильная машина. Еще штуги используются в этом табе. Ну и штурмпанцер. Как без него. В один на один это иногда вообще мем происходит с ним. А, ну, кстати, ладно, это не тот штурмпанцер. Тут всего 115-миллиметровой брони. Есть штурмпанцер, который пострашнее. Элефант в один на один не используется. Но, в целом, вот эта вот страшная штука и можно хоть вот так. Я бы вот так брал. Это, конечно, осуждаю, как говорится, но я бы вот так брал и просто бы радовался жизни. Это не, конечно, интересно. И такое вот изменил все фальш-дивизии. У всех фальш-всем фашемегерам повыдавали вот такую тему. 16-я дивизия Люфтваффе. В чем прикол? Ваша вся пехота это дисхартенд. То есть, это все резервисты, которые не очень хотят воевать, но при этом всем вашим командирам выдали трейд дисциплина. То есть, вы можете просто подводить вот такого вот командира. И они будут, по крайней мере, немножко этот дебаф будет скашиваться. В Риконе у вас элиты до хера. Ну и самое главное, да, это Люфтланды дивизия, которой выдаются Королевский Тигр прямо на фазу. В 1 на 1 это, возможно, не лучший вариант игры, хотя вполне возможный, на мой взгляд. Но в командике это, конечно, крутая дивизия. Да, у вас есть реально Королевский Тигр. Ну, в 1 на 1 вообще достать такой Королевский Тигр, я думаю, чувак просто офигеет. Да, или условно в мидгейме достать. То есть, вам никто не мешает достать их в мидгейме. То есть, я бы их там, естественно, я бы их вот-вот три штуки брал бы максимум. Но при этом у вас еще остаются Тигры Е и Штуги. У вас все нормально. Саппортивая у вас. Вот эта, кстати, штука меня очень бесит. То, что я говорил, почему я вот за американца столкнулся против вот этой дивизии. Вот эта хрень не убивает все машинки с браунингами. Просто она катается вместе с пехотой и убивает мне всю пеху. Эти вот машинки мои с браунингами. Выдали и также специальный отряд военной полиции, фанатики дисциплина 13. по знаменитой этой железной бляхе я думаю, все узнают. По антитанку тут паундер украденный. Firefly ну, не знаю, на фазу может, конечно, интересно. Но самое главное это вот такие ПТ-пушки на хорошах. То есть они очень быстро приезжают на фронт. В один на один это полезно. И уникальные зенитки разного рода. Которые можно использовать как ПТ-пушки. М20 трофейные с радарным трои там тоже очень интересная тема. Ну и по воздуху естественно это Люфтленд и дивизия тут выдается кучу разного всякого. Вот это вот они гейровать будет вообще. Ну, кластеры разного рода, которые можно взять и очень сильно насолить противнику и так далее. Далее. Нашка будем ускоряться, а то зубы болят. Тяжело разговаривать. Так. Дивизия А, Люфтленда. То было с Люфтваффа это Люфтланды. Тут вкрапление фальшемегерей с, я так понимаю, вот этими дивизиями, которые формировались геррином для охраны типа аэродромов, которые в конце войны кидались на фронт. Интересный отряд фальшер Абвер с панцерфаустом. Теперь он, по-моему, не эксклюзивный для третьего фальшемегера. Его раскидали по некоторым дивизиям. Пластный спецотряд, как бы, Абвер. Это все-таки, понятно, это тайная служба. Ну, не служба, а как спецсилы машинки для фаер-саппорта на быстрых машинках, естественно. Пак 43 в печень, никто не вечен, очевидно. Анти-эйр, пожалуйста. Просто хорошая дивизия. Правда, я не знаю, у нее как-то вот, будто у нее нет фокуса. Ну, вот пехота, наверное, фокус все-таки. Фокус идет на пехоту, но при этом в танках у вас, типа, дохеренища штугов на самом деле. То есть, у вас есть пак 43, который люлей даст любому другому танку. У вас спокойно есть паки. Пак 41, кстати, зубочистка, это страшная тема. Я бы брал на кубеле, на 80 кмч, со старта расставить вот такую штуку, это очень полезно. У нее 120 мм пробой. Как бы, вурфрамены, небельверферы, артиллерия в порядке. Вот немцам что-то, я не знаю, я вот очень удивлен, то, что немцам решили дать отдохнуть. Вот немцам за столько лет решили набафать немцам просто в усмерть. Хороший, кстати, на А-фазу ПТ-шник. Реально, ну не ПТ-шник, а скорее именно ПТ-пушки убивать. Две ракеты 200 мм. Хорошо. Реально хорошо. Очередная хорошая немецкая дивизия. Немцам повыдавали вообще очень много классной дивизии. Ну, естественно, повыдавали немцам вот такую дичь. Попробуйте, дети, открыть танковую вкладку. Она не открывается в этой дивизии, короче. Да, у вас много антитанка, но вот, ну это очередно, это просто фолькштурм дивизии, я тут даже объяснять не буду. Тут просто, вот, вот, например, вот эта хуйня изобретена укропами, нахуй, это вот. Все в этом роде. Это, если что, не РСЗО, многие путают. Это, короче, просто склеенные минометы с единовременным залпом. Это РСЗО, РСЗО, ну и вид, кое-что, машины просто чудесные. Да, танковой вкладки не дали. Рейх, сталь закончилась, танков нет, и по такому же принципу действует дивизия Гросс Париж. Просто все, что можно было собрать в там Париже. Все фальшемегеры, все ССовцы. Так, кстати, у нас что, ДР? ДР это Дойчлан, что ли? А, Досрайх это, походу, да, это ССовцы из Досрайха, взвод один. Ну, не взвод один, а там, где изводов на Ханамагах в том числе. В Риконе там куча всякой, просто, фолькштурм, фолькштурм в печень, да, тут просто собрано все, что можно. Собрали где-то там шесть пантер, где-то там еще четыре пантеры вытащили, где-то достали дешевые трофейные французские танки, которые там, наверное, на складах находились в том Париже. В лимузин посадили офицера, который катается по городу и пытается сделать так, чтобы никто не разбежался, естественно. Пуча всяких мюрдыров, сковородка на А, то есть две штуки у вас там ПТшников, ну, короче, я же говорю, да, это просто... А, ну и, кстати, самая классная оффлапка. Это, кстати, шторх. Вот это шторх. Не, не, это никак, я иногда путаю. 600 миллиметров бобина, три карната, это ядерная бомба, тактическое ядерное оружие. Геринг лично садится в самолет и начинает своей жопой бомбить вражеские позиции и это очень мощные взрывы, такую фигню донесить нельзя. Но проблема в том, что разработчики понимают, что она сильно мощная, поэтому он рисует на Б-фазу, а на Б-фазе долететь вот таким вот самолетиком и скинуть офмапку, это очень, очень, очень сложно будет. То есть, у меня, видите, резилинс там very bad. То есть, в нее один снаряд влетает, все, этот самолет испугался и будет лететь обратно. И, по-моему, по-моему, а на этом все, ребят. Вот, вкратце, все изменения. В целом, хочу сказать, что, да, ребят, это последний шанс поиграть в сил дивизию. Это последний шанс поиграть в сил дивизию сейчас в мультиплеере онлайн. 800 людей, но это я еще записываю с утра. То есть, уже с утра почти 800 людей. К вечеру здесь набьется 1200-1300. То есть, онлайн чуть выше, чем в Wargaming. И самое главное, не забывайте, здесь есть функция Kickplay, то есть, игра в один на один без ранкетных очков. И здесь вам находить будет примерно, ну, вот я искал, и мне примерно всегда находило там в течение минуты. То есть, бои происходят очень быстро. А на этом все. Всем спасибо. Собираемся играть последний раз в сил дивизию. На скидках она у нас, кстати, сейчас будет стоить, по-моему, там 150 гривен. То есть, это очень дешево. И разработчики, кстати, обещают не бросать игру. То есть, будет еще добавлена новая компания. В режиме Армия Генерал Дукла Пас, Дукла Пас, я, честно говоря, понятия не имею. О чем это, по-моему, это что-то связанное с Центральной Европой. Дукельский перевал, а нет, это в Польше. Дукельский перевал в Польше, но я так понимаю, это где-то в Словакии. Да, это в Словакии все-таки, правильно? Я географию как-то помню. И также собираются добавить еще новые DLC. То есть, учитывая, что DLC будут выпускать, значит, игра еще будет где-то год жить. То есть, еще где-то через полгода, год они сделают. И самое главное, они собираются в скором времени начать голосование по поводу тех двух дивизий из шести, которые они, которые вот игроки захотят видеть в игре. То есть, они сделают голосование. Я надеюсь, что они предложат какие-то советские дивизии, потому что игра изначально, ну, как бы, затачивалась под Восточный фронт и именно бои во время на операции Багратион, но по итогу разработчики вот сейчас вернули дивизии из Нормандии. Это похвально, это похвально, но советские дивизии надо добавлять, потому что, честно говоря, за Советов немножко скучно. То есть, они не то чтобы плохие, то есть, нормальный баланс, я не могу сказать, что там за Советов невозможно играть. Ну, как-то вот, тут, по сути, метовых дивизий, ну, 44-я, 26-я, 9-я кавалерия, там, 84-я играется хорошо, резерв 43-я армии превосходный, 3-й механизмный корпус, то есть, они-то все хорошие там дивизии, интересно играть и в командных, и в 1 на 1, но хочется что-то нового. Либо какой-то ребаланс немножко сделать, ну, либо что-то новое добавить. Ну, и, конечно, меня вот, условно, в чем проблема, как я уже говорил, мне силу дивизии не нравятся, в основном дивизии на трофейных танках. Ну, никому не интересно играть в дивизии на трофейных танках. Я хочу кататься на Т-34-х там, вот. То есть, эти дивизии на трофейных танках, что с обоих сторон мне как-то вообще не нравятся, блин, совки на трофейных пантерах, совки на трофейных тиграх, типа, для меня это не очень интересно. А на этом все, ждем серии по ранкеду 1 на 1, точнее, не ранкеду, а кикплею за SS Panzer Layer, ой, с этим ключиком. Будет серии минимум 3. Это я вам обещаю. А на этом все. Как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok